Хлебное место. В Екатеринбурге предпринимательница бесплатно раздает буханки нуждающимся. Ее бакалейно техническое, который год помогает инвалидам. Об акции невиданной щедрости знают немногие. Но лишь потому, что скромная благотворительница рассказывает об этом только тем, кому действительно требуется помощь. Подробнее Дмитрий Сгагин. Здравствуйте. Хлебушек привозили сегодня? Да. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. За спасибо булку хлеба здесь может получить каждый, если нуждается в помощи. Станислав – инвалид первой группы. Передвигается практически на ощупь. Но дорогу к этому ларьку найдет без подсказок. Материальная подарка. Если нет, то есть у меня приличная. Материально я как бы независим. Чисто душевно, может быть. Какое-то уважение к инвалидам. Себе в убыток, но другим во благо. Нурья работает уже три года. Признается, благотворительное предложение породил спрос. В магазин часто заглядывали те, кто не может позволить себе и куска хлеба. Разовая помощь постепенно переросла в постоянную акцию. Иногда таким ящиком три-четыре приходит. Мы это все раздаем. Каждый свежий. Ну, до вечера не остается, конечно. В день Нурья может раздавать до 40 буханок. Бизнес от этого в гору, конечно, не идет. Ларек едва покрывает зарплату продавца и аренду. Но женщина верит – благое дело куда важнее. За хлебом к Нурье приходят жители окрестных домов. Пенсионеры, многодетные родители и инвалиды. Нуждающихся женщина уже знает лицо и никому не отказывает. Вот лично я имею совсем маленькую пенсию. Никакой работы нет, ничего. А это так надежно, надежно, понимаете, что хотя бы хлеб вот есть. Это самое главное. Потерянных денег Нурье нисколько не жалко. Недавно добрые подарки она начала раздавать и в других своих магазинах. Говорит, пока есть возможность, будет помогать. Дмитрий Изгагин и Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.